В традиционном легкоатлетическом кроссе приняли участие почти 600 человек. Это учащиеся 36 школ Дмитровского городского округа, а также 10 студентов ДИНА. Легкоатлетический кросс является первым соревнованием 57-й спартакиада школьников, которое состоит из нескольких состязаний. В забегах участвовали самые лучшие бегуны школ нашего муниципалитета. Очень многие занимаются в различных спортивных секциях. Я занимаюсь лыжными гонками уже 10 лет. Лично я здесь уже бегу пятый год и в забегах пробегала первая, но в основном в результате здесь лёгкоатлеты бегают очень хорошо, поэтому... Грузовых мест не было? Нет, вот именно на этих соревнованиях не было. Надеюсь, что тренер будет доволен результатом, надеюсь, что похвалит. Кто вас тренирует? Игорь Геннадий Черняев, он мастер спорта по лыжным гонкам. Просто мы здесь собрались только из-за того, что он нас всех собрал здесь. Дистанция кросса одинаковая для всех – одна тысяча метров. Каждая из школьных команд была представлена равным количеством юношей и девушек. Итоги подводились по лучшим зачётным результатам у девушек и юношей. Стартовали ребята забегами. По две команды учебных заведений в каждом. Всего было 18 забегов. Меня пригласили со школы за, как я считаю, неплохие результаты на физкультуре. Занял первое место в девятиклассе в своей школе. Занимаюсь с пяти лет. В данный момент выступаю за хоккейный клуб «Стандарт» Менделеева. Занимаю третье место на турнице «Золотая шайба» среди юношеских команд. Кроме хоккея ещё очень любишь бегать, так получается, да? Да. На автобусах сейчас бегаю. Практически в каждом забеге бежали сильнейшие спортсмены. Юноши и девушки занимаются лёгкой атлетикой в двух спортивных школах. В спортивной школе Олимпийского резерва «Динамо» Дмитров детей тренирует Ольга Ишкинина. В центре дополнительного образования Дмитров Сергей Курбатов, который был главным судьёй этих соревнований. Ежегодные юные легкоатлеты занимают призовые места на первенствах Московской области, Центрального федерального округа и России. Ребята специализируются в гладком беге и беге с барьерами, прыжках в высоту и в длину, а также в многоборье, как, например, Александра Лоханкина. Здесь я, потому что у меня очень хорошо получается бегать большой дистанции. У меня хорошая выносливость. Последние соревнования у меня были в августе. Шиповка юных в Подмосковье. Я заняла первое место среди номинаций восьмой-девятый год. В этот день на пьедестал почётов зашли самые быстрые бегуны. У юноши лучшее время показал учащийся гимназии «Логос» Илья Алдошин. Он пробежал дистанцию за 2 минуты 55 сотых секунды. Серебряными и бронзовыми призёрами, соответственно, стали ученик Икшанской школы Пётр Ершов и Антон Васильев из Катуары. Среди девушек самой быстроногой стала ученица лицея номер 4 Елизавета Муравьёва. Она показала время 3 минуты 21 сотой секунды. Второе и третье места, соответственно, заняли Мария Тагасова из гимназии Дмитров и Мария Ничникова из Катуара. Общекомандные итоги будут подведены немного позднее. Среди студентов Дина лучший результат показал Ярослав Чернышов. Он пробежал тысячу метров за 2 минуты 49 секунды. Понятно, финиш подогоник, как финиш. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова